друзья я просто обожаю ленивый отельный отдых номера с красивым видом шикарные завтраки роскошные бассейны а сейчас щедрые предложения от отелей сыплется просто как из рога изобилия поэтому сегодня я отправляюсь отдыхать софител бангкоксу кумвит подписывайтесь на мой канал если вы здесь впервые и давайте вместе посмотрим как можно роскошно провести день в столице софител это французская сеть отелей класса люкс которая вот уже не первые десяток лет заслуживает призвание одного из лучших брендов в отельном бизнесе в банкоке есть два представителя этой сети сегодня выбор мой пал на тот что расположен на сукумвите в пешем доступе от станции bts asok там же есть ветка метро торговый центр терминал 21 один из моих любимейших неподалеку отличный парк бенчисери с озером и потрясными видами на столицу вокруг кучи еды ночная жизнь и в целом локация просто потрясающая зона лобби выглядит очень стильно видна рука талантливого дизайнера к услугам гостей просторная зона отдыха где приятно находиться и можно с удовольствием провести время с книжкой или за приятной беседой здесь же есть небольшая барная стойка которая по сути является прелюдией к одному из лучших винных баров в городе сейчас к сожалению в таиланде все еще действует запрет на алкоголь а потому оценить прелесть этого места мы с вами не сможем а еще и злобе можно попасть в французскую кофейню ли макарон в целом в отеле заявлено целых пять баров и ресторанов поэтому любителям гастрономического туризма есть где развернуться ресепшн при этом находится в отдельной зоне минуя его и шикарно задизайненную лестницу мы попадаем к лифтам которые перенесут нас собственно в номер мне досталась комната на двадцать первом этаже в стартовой категории под названием luxury room стоит такая сейчас в районе 70 долларов при этом как я часто рекомендую лучше проверять предложение напрямую на сайте отеля или в одноименной группе на фейсбуке потому что в период ковида они частенько предлагают целую россыпь различных пакетов свободным временем выселения и заселения дополнительными опциями питания и прочими бонусами а зачастую выходит выгоднее чем на годе или том же букинги что до самой комнаты то могу сказать что она оказалась просторнее чем стартовой категории в большинстве отелях аналогах меня это приятно удивило в номере кровать телевизор с тумбой кресло с журнальным столиком и полноценное рабочее место с письменным столом великолепный вид с окна прилагается ванная комната здесь тоже большая хочется отметить исключительно удачную планировку здесь куча приятных мелочей все средства личной гигиены размещены в специальной шкатулке отличное освещение никаких одноразовых миниатюрных баночек с мылом вместо них здесь прямо к стенам приделаны добротные бутылки что избавляет вас от выбора помыться ли вечером или оставить мыло на утро приятно что со стартовой категории есть отдельно ванна а унитаз и душ находятся в отдельных кабинках нельзя не упомянуть гениальное решение со шкафом для одежды здесь дверцы в него есть как из комнаты так и из ванной поэтому если вы ушли в душ и забыли нижнее белье бегать голышом по номеру в его поисках вам не придется утром я отправляюсь на завтрак одна из моих любимых составляющих отдыха в отеле но что может быть лучше ты ли него просыпаешься доползаешь до лифта и он привозит тебя в ресторан где тебя обслуживают по высшему разряду ресторан где подают завтрак называется бойла знатоки французского прошу поправить если произношу неправильно находится это место на втором этаже здания прямо над лобби куда выходит вид с балкона выглядит она при этом очень элегантно атмосфера расслабляющая а персонал обходительным ресторан работает целый день и здесь есть в том числе полноценное а-ля карт меню блюдами тайской и европейской кухни цены начинаются от 300 бат за блюдо в случае с завтраком меню будет своим у меня он был включен в цену номера и проходил в комбинированном формате шведский стол плюс а-ля карт выбор здесь в условиях ковида не очень большой но я признаться считаю что много не значит хорошо иногда бывает ходишь по этим бесконечным рядам и глазу не за что уцепиться здесь же все замечательно шведский стол небольшой по размеру но есть все что нужно и очень вкусно для меня главное это разнообразие выпечки и нарезка я обожаю сыр здесь было три разновидности наличие лосося и хамона очень порадовало широкий выбор орехов и сухофруктов соленья свежие овощи и фрукты подача йогуртов тоже на высоте некоторые пятерки позволяют себе подавать йогурты в упаковках из магазина на мой вкус это не то чего ты ждешь от завтрака в отеле класса люкс по меню можно заказать яичницу в любом стиле блины и вафли толстые ну или же некоторые блюда азиатской кухни на случай если вы пытается всем доброго утра я проснулся это значит что настало время завтрака и наконец-то наконец-то дорогие друзья рестораны работают я могу нормально здесь и посидеть в личном месте здесь сейчас частично букет вот часть блюда заказываете по меню и часть блюда нужно взять в формате шведского стола ну и вы в целом завтрак мне тут очень понравился единственное чего не хватает так это красивого вида из столиков на свежем воздухе в остальном все просто чудесно думаю что в мирное время шведский стол здесь несколько разнообразнее сейчас же часть ресторана по ту сторону остается не использованы ну а после вкусного завтрака самое время проверить что у нас здесь в бассейн находится бассейн суки тел на девятом этаже здесь кстати по соседству с ним есть развлечение для здоровых людей вроде спа или спортзала но это все мимо меня вот освежающий глоток фирменного коктейля на пулбаре это по мне ну а сейчас поскольку алкоголь все еще не продают просто бассейн что в общем то тоже неплохо обычно я даю предпочтение видовым панорамным бассейном просто душевник не чаю но данном случае ничего подобного нет бассейн как бы между лежаками и кабинками а по бокам живая изгородь из-за обилия зелени и пальм вокруг немножко забывая что ты как бы на девятом этаже они на пляже и лишь выглядывающие от отсюда крыши столичных небоскребов напоминают о том что мы в самом сердце банкока и вы знаете место очень душевное есть в таком формате своя изюминка народу не было совсем несмотря на то что в целом я бы не сказал что отель пустует я даже слышал у себя за стенкой какую-то драму в которой явно определялись голоса фаранга и леди боя в лобби при этом постоянно курсируют люди но вот здесь было пусто он меня признаться сильно это не расстроило в целом видно что сейчас отели экономят на обслуживании зоны у бассейна из персонала здесь был всего один таяц который то уходил совсем куда-то то появлялся и носил полотенце я от души накупался полюбовался живописными видами поработал и просто замечательно провел время можно было бы остаться здесь подольше но есть еще одно местечко в этом отеле которое я хочу вам показать наша следующая остановка rooftop ресторан бар белга отель заявляет на своем сайте что это единственный ресторан английской кухни в бангкоке а также лучшую в топ бар бангкоке в 2020 году что ж поверим им на красного rooftop бары это изюминка бангкока здесь знают них толк и я в который раз призываю не отказывать себе удовольствие они есть на разный кошелек в данном случае ценовая категория средняя здесь не дешево но я видел и подороже в белга очень стильный интерьер как будто вырвали кусочек с центра европы и поместили сюда это одно из лучших мест банкоке для любителей пива здесь на выбор предлагают свыше 60 сортов учитывая тот факт что в отеле еще и внушительная винная коллекция это просто настоящий рай для алка гурманов бар находится на 32 этаже и панорама города отсюда открывается просто феноменальная прозрачные перегородки создают впечатление что вы сидите на краю пропасти несмотря на то что баров на крышах я видел уже предостаточно меня впечатлило я очень удивился что название этого места не на слуху на мой взгляд это отличный вариант совместить ресторан достопримечательностью в виде обзорной площадке рекомендую попробовать именно такие места без буфетов и сотен голодных китайцев но я заказал себе безалкогольный коктейль за 220 бат и уселся наслаждаться закатом сложно придумать лучшее окончание отдыха ну а вас я приглашаю на остров косячанк мой любимый остров в однодневном доступе от паттайи подписывайтесь на канал здесь много полезного и интересного о таиланде делитесь видео с друзьями становитесь спонсорами если у вас есть желание поддержать мой канал и поспособствуйте в его развитии но я не прощаюсь увидимся в новых роликах